Здравствуйте! Как обстоят дела с кейсами на политическое убеждение для тех, кто подал недавно, примерно год назад? А именно, как долго ожидают вызов на первое интервью, от чего это зависит? Владеете ли вы информации насчет ожидания по штату Южная Каролина? Каков примерный процент положительного ответа на первом интервью в целом? Спасибо. По штату Южная Каролина не владею датами. Есть только несколько городов, где очень большая очередь вот эту статистику печатают. По Южной Каролине не знаю. Она будет чуть меньше, чем в Калифорнии, Флориде, Нью-Йорке. На сегодняшний день те, кто подавали после конца 2014 года, ждут где-то от 2 до 4 лет. Скорее всего, Южная Каролина будет около 2 лет или чуть больше. Самые перегруженные города и юрисдикция вокруг этих городов – это Майами, Лос-Анджелес, Чикаго и Хьюстон. И обычно приоритет только для дел, которые как-то… Люди имеют уголовное нарушение с определенных стран, не касающихся стран бывшего Советского Союза. И детей, которые приехали сами, дети, которые младше 18 лет, их вызывают в первую очередь. Всех остальных вызывают в порядке очереди. Спасибо. Тут у нас есть вопрос в развитии. Да. Просто для людей, которые зависели в этом статусе… Ну, непонятно. В статусе ожидания? Да, в статусе ожидания. Мне сказали, что есть несколько способов ускорить этот процесс. Начиная от медицинских каких-то показаний, заканчивая подать в суд на департамент. И сказали, что вроде как есть такой вариант, как шорт-листы. То есть существует это или нет? Мне сказали, что это определенные листы. Когда кто-то отказывается от интервью, вас могут позвать. Да. Завтра, послезавтра… Это правда. Шорт-листы существуют, а для этого не обязательно иметь медицинские справки. То есть шорт-лист – это просто когда адвокат или вы сами без адвоката звоните в офис, который рассматривает конкретно ваши документы, и говорите, запишите меня в список, и на случай, если кто-то отказался в последний момент пойти на собеседование, перенес, допустим, по состоянию здоровья или потому что нет переводчика, то звонят по телефону по списку и спрашивают, можете ли вы прийти завтра или послезавтра на собеседование. Обычно сообщения не оставляют. То есть звонят с блокированного номера, скорее всего. И если вы ответили, и вас спрашивают, вы готовы завтра или послезавтра идти? Если у вас есть адвокат, естественно, вы должны быть готовы идти. Если да, то вы тогда можете этой возможностью воспользоваться. То есть, естественно, если вы записываетесь в этот шорт-лист, то должно быть все абсолютно готово к тому моменту, вы полностью готовы к собеседованию, у вас все документы на месте, и вас могут позвать. Если вы были не готовы или если вы не ответили, вам не оставляют сообщения, просто звонят следующему человеку в списке. Но в следующий раз, скорее всего, вам опять позвонят. Обычно эти списки раз в месяц, раз-два как бы выбрасываются, и начинается новый список. Поэтому, если вы пропустили звонок, вы не будете знать, вам звонили оттуда или нет, но, в принципе, это можно делать, и кто-то попадает в эти списки быстро и их вызывает. А если просить ускорения по состоянию здоровья, ну, очень маленький шанс, что вас на самом деле поставят впереди других, потому что мы уже пытались это делать, и даже, к сожалению, в случаях, когда человек уже почти умирает, они не считают это приоритетом. У них свой приоритет, вот тот, что я перечислила, и они таким образом вызывают людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!